Уэмблдон манит знаменитостей высокими манерами. Оказаться в королевской ложе не менее престижно, чем на голливудской красной ковровой дорожке. Британский король Георг VI страдал от язвы, которую ему вылечил военный хирург Луи Грейг. Король и врач подружились, и ради Грейга монарх прервал традицию. В 1926 Георг стал первым и последним членом королевской семьи, сыгравшим на Уэмблдоне. Вместе с Грейгом они бесславно выступили в парном турнире. Проиграли в трех партиях в первом круге. Королева Елизавета крайне редко посещает Уэмблдон. Когда она впервые почтила турнир своим присутствием в 1957 году, на корт выскочила активистка движения «Жизнь, любовь и сексуальное равноправие». Хелен Джарвис держала в руках плакат «Британцы за новую банковскую систему». Послание сильно расстроило Елизавету. После этого она приезжала на Уэмблдон лишь три раза. Крыша на Уэмблдоне появилась лишь несколько лет назад. До этого британцы из-за дождя могли часами ждать продолжения матчей. В 1996-м унылую паузу разрядил певец Клифф Ричард. Большой любитель тенниса, три года проживший в гражданском браке с чемпионкой Ролан Гарос 1976 года Сью Баркер, исполнил на трибуне несколько хитов. Уэмблдон – особое место для британской иконы футбола и стиля Дэвида Бэкхэма. В 1996 году он прославился голом с центра поля в ворота футбольного клуба Уэмблдон на Сейлхорст Парк. А после окончания карьеры Бэкс практически не пропускает матчи теннисного турнира. В отличие от других селебрити, бывший футболист посещает не только финал, но и другие игры. Три года назад он привел публику в восторг, ловко поймав мяч после подачи Джейми Марре. В попытках произвести впечатление селебрити иногда забывают, что дресс-код на турнире существует не только для игроков. В 2015 на финал мужского турнира не пустили чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Автогонщик заявился в королевскую ложу в светлых брюках чина с цветной рубашки и летней шляпе. Тогда как мужчины допускаются только в пиджаках и галстуках. А в прошлом году из-за похожей причины едва не пропустил финал немецкий гонщик Ника Росберг, который пришел на Уэмблдон без носков. К счастью, он успел их купить до начала матча. Субтитры создавал DimaTorzok